Продолжение следует... 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 Надо быть по-честному. Нам же говорят, что все по-честному, а получается, что не по-честному. Вот и все. Я чувствую себя обманутым. Я вижу, что меня обманывают. И все. Все очень просто. Не надо ничего накручивать. Мы очень надеемся, что все вот это может привести к тому, что что-то поменяется и поменяется в лучшую сторону. Но скорее мы вошли сюда не для того, чтобы что-то поменять, а просто потому что не смогли не пойти. Мне кажется, не заметить уже невозможно. То есть это очень серьезный сдвиг в сторону массовости. Включаются новые слои населения совершенно. Вот эти ребята от 14 до 18, бизнесмены, пострадавшие там на Триумфальной. То есть в Москве, по крайней мере, я вот вернулся вчера из Москвы, ощущение такое, что все пласты затронуты. И гламурные, в том числе, эти самые бизнесмены, и гламурные девушки. Это все, это очень, это хорошо. То есть идет самоорганизация какая-то. Поэтому это всего лишь часть, это капля, наш клад, но он будет больше. Дело в том, что поднять такие массы и не слышать их, это могут только нечестные силы. И я думаю, что если народ единодушно скажет свое слово, никуда они не денутся и вынуждены будут покинуть свои места. И наконец-то мы сможем зажить спокойно, без чиновничьего диктатора. А сейчас еще немного в музыке. Михаил Новицкий. Михаил Новицкий. Поем? Да. Слышно? Да. Слышно? Да. 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 Слышно? От кухни? И сепчется дворец. Куда девались денежки, нашло это овец? И вот уже к медведю направился песец. Песец! К медведю песец! Стою! Медведь вы песец! Медведь! Песец! Медведь! Песец! Медведь! Песец! Песец! Если бы не было митингов и против милиции, то сейчас просто на улицу нельзя было выйти просто. То есть пока на чем настаивают наши митинги? На соблюдение Конституции Российской Федерации. Все. На соблюдении. Глава основы. То есть митинг за сохранение нашей государственности. Потому что в Конституции есть основа государственности, правильно? Выборы это, хотя и политическая, но все-таки борьба. А борьба, если вспомнить спорт, подразумевает некие правила. Из-за нарушения правил борзов снимают соревнования. Поэтому выборы нужно аннулировать, первое. Второе, назначить перевыборы и отстранить от участия в этих выборах партию, которая занималась фальсификацией нарушения этих правил. Вот мое предложение. Здесь, на этом митинге, в ультиматум петербуржцу. Через 8 дней, в 2 часа дня, в следующее воскресенье, здесь будет новый митинг протеста, санкционированный. И вам, господин выбранатор, мы вам даем 8 дней на то, чтобы вы признали, что выборы были фальсифицированы, отменили их итоги и начали консультации со всеми политическими силами о назначении новых выборов, о проведении честных выборов. 8 дней мы вам даем. Вы согласны? Послушайте нас, губернатор Полтавченко. Слушайте, Петербург! Слушайте, петербуржцев! У вас есть 8 дней для отмены результатов выборов. Если вы этого не сделаете, то сюда выйдет в следующее воскресенье в 10 раз больше людей. Не 10 тысяч, а 100. И вам придется очень плохо. Мы объемим общегородскую забастовку. Студенты не выйдут в аудитории, рабочие не выйдут в штангон. И даже менеджеры не пойдут в офисы. Но мы добьемся того, чтобы в Питере были проведены честные выборы. На ваш взгляд, в этот раз было больше простых граждан или больше представителей политических? Больше простых граждан. Конечно же, больше простых граждан. И от того, что как раз то, что изменило, я увидела те лица, которых я не видела с маршей «Несогласны». Да, вот с того марша «Несогласны» 3 марта 2007 года я увидела те лица, и я увидела молодежь, которая вот только сейчас входит в свою сознательную жизнь, и которую возмутили те политикации, которые были на выборах. Что вы, Маша, скажете, высказывания подобного рода, что подобные мероприятия финансируются исключительно с Западом? Ну, хотелось бы знать, каким Западом и где лежат деньги. Потому что я единственный организатор этого митинга. И, в общем-то, еще сейчас не знаю, че я буду раскладываться за сцену. Придется вынимать деньги из собственной заначки. Поэтому все это чушь и, в общем-то, провокация.